Приветствую друзья на связи Андрей Жариков и в данном видео мы продолжаем читать новости из чата Диего Мартина и вот ему задают интересный вопрос мистер Диего вы тоже инвестировали в Агам и он отвечает нет потому что они являются моими клиентами а у меня есть контракт с компанией Агам у меня и у сотрудников квестеры что мы не можем быть инвесторами видите как интересно то есть по условиям контракта ни Диего не другие сотрудники квестера в Агам по всей видимости не имеют права инвестировать в Агам возможно чтобы не было конфликта интересов вот ему еще один вопрос задают а как вы вообще могли уволиться с работы если вы еще не подписали контракт с компанией на то чтобы быть директором генеральным директором а можете ли вы им верить потому что уже два месяца вы ну фактически безработный и до сих пор находитесь в Мадриде и не в Дубае то есть возможно компания могла бы уже вас назначить CEO генеральным директором и вы бы ну помогали компании работать то есть еще раз ему задали вопрос мистер Диего а чё ты уволился то то есть если если фактически тебя еще никто официально не пригласил контракт еще не подписан а ты уже типа взял и уволился а вот что Диего отвечает а потому что я думал потому что я думал что все уже готово и я ошибался но это нормально а как говорится поспешишь людей насмешишь да это для для такой великой компании как является квестра это нормально для нее вообще все нормально да больше года не платить инвесторам да это великая компания номер один вообще без вопрос и вот ему тут пишет а вот почему значит по вот почему ты не говорил дату потому что ты думал что целого месяца августа будет достаточно а диего отвечает да я думал что августа но в течение августа все закончат и поэтому я уволился под мистер диего про себя не один раз уже писал что он юрист но я если честно читая его комментарии мягко говоря в недоумении что это за юрист такой который не может сопоставить обычные ну скажем очевидные факты простой пример в семнадцатом году как мы знаем рабала с гиллобертом на конференциях там много чего наобещали что играли легализацию то они сделают и лицензии в разных странах получат и банк так восемнадцатому году запустят значит икру в круиз то народ отправят в октябре семнадцатого года меморандум рабала подписал и так вот если задуматься хоть одно обещание из того что было запланировано в семнадцатом году хоть она вы одно выполнено ничего не выполнено вообще только одно балабольство и вот ну если ты взрослый человек если ты реально общаешься с рабала там по телефону или лично я уж не знаю то есть можно было задать простой вопрос рабала а вот вы на конференции в прошлом году вот это и вот это обещали а скажи-ка мне пожалуйста что вы из этого реально выполнили и по факту ну насколько я понимаю не выполнен ничего банка никакого нет круиз был отменен мероприятия там какие-то планировались их тоже все поотменяли понимаете то есть все эти обещалки оказались невыполненными и мистер диего сейчас пишет а я думал что все уже сделано ты думал а ты не думай а сопоставляй то что тебе говорят и то что реально делают следующий вопрос мистер диего кто вам должен позвонить и пригласить в дубай я не могу говорить имя но в любом случае никто этого человека не знаю у нас важная информация трибунал принял решение в отношении решения суда в пользу агам информация у регистратора и также мы видим что н а и впр нам бургиван by the ministry of finance то есть министерством финансов дан какой-то номер н а и ф ричард да и диего пишет это отличная новость ричард ричард если память не изменяет то ли он из бельгии то ли из британии я точно не помню если вы в курсе напишите в комментариях под этим видео вот его спрашивают диего а почему не поедете в дубай ну самостоятельно то есть типа не дожидаясь приглашения взял и сам поехал и диего отвечает потому что пока мне нечего делать ну так может быть как раз поедешь и придумаешь там себе работу и у меня нет ни дома ничего ну в смысле размещения нет и когда я их спрашиваю об этом они мне буквально говорят мы тебе сообщим то есть типа когда когда ехать да они уже тебе полгода так говорят мы тебе сообщим так и а бывшие владельцы агам будут партнерами с компанией и азия трейд эй же трейд или уже эй же трейд будет единолично как бы руководить компании владеть компанией и диего отвечает я думаю что они покупают агам но я не вдавался в детали мистер диего а вы верите в компанию также сильно как мы верим вас и диего отвечает я я сильно верю в компанию если бы я не верил я бы не уволился с работы я надеюсь что компания оправдает наше и ваше доверие ну буквально с английского типа не подорвет не подорвет доверие и диего отвечает я так не думаю то есть типа я не думаю что компания там подорвет доверие если бы они не хотели стартовать они бы просто закрыли компании уже давным-давно деньги никто не может забрать поэтому у нас все хорошо у инвестора все хорошо мистер диего будет когда деньги не на счету у рабала будут лежать а в их собственных карманах или хотя бы на электронных кошельках вот тогда у них будет все хорошо кто это контролирует прошлом это контролировала правительство сейчас никто не может забрать только антонина и у их из very bad ну я так понимаю про здоровье речь то есть у него дела неважно идут плохо себя чувствует а вот не интересно если мистер рабала только может забрать деньги а если с ним что случится у сердечко-то слабенькое уже и что то есть получается сейчас все надежды инвесторов связаны со здоровьем рабала потому что только у него доступ к этому счету как-то какая-то интересная система да дальше единственная проблема это портфолио это портфель инвесторов вагам до проблемы с несколькими моментами с несколькими вещами how are you мистер диего типа как поживаешь мистер диего я отлично у меня много энергии я восстал из пепла и вчера был плохой день потому что я вынужден был сделать это неприятное объявление люди начали меня оскорблять и это меня как бы разозлило но я считаю что компания должна быть четкой и прозрачной мистер диего это замечательно что ты так считаешь хотелось бы чтобы сама компания еще так считала потому что как мы все прекрасно знаем уже на протяжении многих месяцев от компании никаких официальных новостей не конференции не в текстовом виде ничего дальше вас спрашивают а что относительно информации о баффин там была опубликована какая-то информация что баффин опять там закручивает гайки кто не знает баффин это контролирующая организация которая контролирует финансовые рынки на территории германии и там по моему других стран а диего отвечает ну баффин всегда что-то говорит но мы выиграли уже один суд и мы можем выиграть снова ну да конечно а бельгия поддерживает вас с нетерпением ждем встречи в дубае да с удовольствием есть люди которые оскорбляли компанию и вас собираетесь ли вы закрыть их аккаунты диего отвечает я бы хотел это сделать но нет о какой он милосердный есть девушка которая меня очень сильно расстроила аеша малик похоже что она меня не знает и она участвует в другом бизнесе когда в нашей компании ты не можешь участвовать в других бизнесов но я профессионал я обращаюсь с такими людьми как и со всеми остальными вот мистер диего ты интересный люди больше года ничего вывести не могут а ты тут все продолжаешь что а вот вы противные участвуете в других компаниях да 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 при этом сам диего заикается что он уже тут два месяца без зарплаты сидит может быть найти какую-то временную работу то есть получается когда а другие ищут какие-то дополнительные источники дохода то ты диего считаю что это нельзя и надо всех на детекторе лжи проверять а когда тебя самого коснулась ты тут же начал скулить что и сидишь без денежек и надо искать новую работу до диего полностью согласен я проходил тест дубая на детекторе лжи и думаю что директорам проверяться будет достаточно сложно и диего пишет да эти люди никогда не пройдут тест лояльности и мы будем расследование проводить до вилл инвестигейте да они меня оскорбляют и пытаются оскорбить меня но они не понимают что им придется ехать дубай и тогда они встретятся со мной и я лев и тогда я им кое-что скажу а тут зловещего смеха не хватает до карма существует тут ему пишут компания должна информировать партнеров а диего отвечает проблема в том что я не могу ничего сделать я на данный момент в компании никто и я несколько раз уже просил публиковать новости но они этого не делают я спрошу еще раз следующий вопрос если какие-то предположения когда они могут пригласить вас в дубай нет предположений нет я такой же как вы я не знаю когда они стартуют поэтому я не знаю должен нужно ли мне искать какую-то временную работу или подработку и так далее слава богу сегодня я пойду поеду за моей женой и поэт поедем в церковь вот опять смотрите господа предыдущем абзаце он только что говорит что вот мы тут будем расследование проводить будем вас проверять на детекторе лжи что вы имели такую наглость кроме квестра работать где-то еще и буквально в следующем абзаце увидите он пишет я не знаю возможно мне придется искать какую-то временную работу или что-то понятно и да то есть лидеры и другие директора не имеют права нигде больше участвовать а он имеет и его на детекторе лжи проверять не надо будет ли компания что-то делать с негативными в обзорами в интернете компания пусть хоть одну обещалку свою выполнит для начала платить инвесторам начнет и тогда инвесторам будет наплевать на все негативные обзоры диего отвечает ну обычно они это все не слушают всегда будут люди которые не которым не нравится наша система это невозможно всех остановить мы только показываем нашу работу день за днем о диего вы там просто перенапряглись вот работа просто у вас колоссальная вот работа просто кипит китайцы там в поте лица работают только выплат все нет и вот хороший вопрос ему задают диего а если антонина не сможет выполнять свои функции в качестве президента агама то есть фонда что тогда будет кто его может заменить потому что в принципе он официально ушел со своего поста весной 18 года сейчас он болеет что думаешь на этот счет и диего пишет но я предлагаю могу предложить себя для помощи в начале также у нас есть люди кто мог бы эту работу выполнять но я не думаю что это произойдет но типа того что типа здоровье рабала будет таким плохим что он не сможет выполнять свои обязанности типа все будет нормально рабала будет рулить хотя не знаю все таки рабала уже и возраст у него большой и болеет постоянно а если такой шанс что компания не заработает не стартует я так не думаю если бы они не планировали стартовать они бы просто закрылись и не стали бы продавать компанию китайцам и не стали бы обновлять все сертификаты то есть я думаю что намерение стартовать у них есть но не знаю мистер диего про продажу китайцам тут вообще какая-то темная история о существовании этих китайцев мы только с твоих слов знаем ты там что ты говоришь китайцы там в дубае в офисе усиленно работают но естественно никакого подтверждения этому нет только с твоих слов что якобы идет какая-то бешеная работа где-то там в дубае что-то они делают пожалуйста скажите когда нам ждать возврата квесты я не знаю это от меня не зависит пожалуйста скажите нам что-нибудь хорошее хорошее ну вы живы и надеюсь здоровы и ну а в профессиональной сфере думаю что компания заработает снова скоро надеюсь что у вас и вашей семьи все хорошо ну могло бы быть и лучше отвечает диего вот такие комментарии от диего на данный момент следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был андрей жариков всего доброго